Дорогие зрители! Дорогие зрители! Да, многие сейчас напишут в комментариях, что я один среди девушек, но скажу вам, что эти девушки тоже любят игры, наши игровые каналы, поэтому мы должны сюда приглашать людей, которые, ну, собственно говоря, любят игры. Объясню вам, зрителям, кратко суть нашей программы. Мы берем только те новости, которые не были не освещены ни ютуберами, ни ТВ-каналами. То есть берем, типа, слежие новости, обсуждаем их с забавными фактами, типа, своими недосуточками и тому подобное. Ну что ж, давайте, как сказал себе дружко, хайпанем немножечко. Итак, приступим. Ребята, сразу с приветствием мы закончили. Первое событие, которое произошло в этом мире, которое я хочу обсудить. В США мальчика отстранили от занятий в школе из-за новой стрижки. Ученик шестого класса, Ксавьер Дэвис, выбрил полосы на голове. Педагоги посчитали, что его прическа подрывает учебный процесс, и поэтому его отстранили от занятий, сообщает издание Daily Mail. Родителям приходится закрашивать полосы черным маркером, чтобы издалека казалось, что у мальчика их нет. Сам, ксавьер, не согласен с таким решением педагогов. Что? Маркером? Я серьезно, маркером? Он все-таки в рюны? Видимо. Ладно бы, если там была свастика выбрана, это понятно, бандану можно было бы носить, но маркером. Кстати, а что мешато им носить? Бандану, шляпочку, кепочку? Типа надо снимать головные уборы в вечерненных заведениях? Мммм, вообще-то везде принято снимать головные уборы, когда ты заходишь в здание. Ну, мне закон не... Я почему-то подумала, что дождик, наверное, особо неудобно. Блин, я хочу сейчас обратиться к савьеру, я знаю, что он не смотрит нашу программу. Блин, чувак, тебя отстранили от занятий, гуляй и радуйся. Гуляй и радуйся. То есть ты же можешь уже не учиться. Но если бы серьезно, конечно, то это ежкий кот в бред. Давайте придумаем, из-за чего могли бы его еще отстранить от занятий, кроме того, чтобы, ну, кроме этой прически. Например, я могу предложить, что, например, обувь не голодел. Пошел в школу, типа, чувак, ты не одни ту обувь и делай, иди домой. Накрасился, как девушка. Ну да, решил попробовать маме, ну ты уж. На вкус. Или пришел в школу со своей едой. Ну, все дети пошли кушать в столовой, а он, Вася, их намячится и иду. У нас бы в России сработало бы такое. Не допустили к занятиям, потому что не принес сменную обувь. Это вполне реально, кстати. Ты прочла, по-моему, сейчас мой сценарий почти. Но прикол в том, что... Интересно в том, что, походу, в Российской Федерации могло бы быть это так. Бывают такие случаи, что в школе форме не пришел. Не пришел в школьной форме. Вот, и попришли. Почему нет школьной формы? Иди домой, короче, переодевайся. Не допущен. А потом в конце года тебя дыркают за то, что ты пропустил занятия в школе. А знаешь, что меня больше всего вообще бесило в школе? Например, был, значит, какой-то урок... А, был урок физкультуры. И к нему нужно было приносить кроссовки. А кроссовки — это та обувь, в которой я хожу на улице. И нужно переобуваться, важный. В общем, в сменку. То есть, сменка классические туфли какие-нибудь там. А еще и кроссовки надо приносить при этом. То есть, я была в зимних ботинках, в туфлях и в кроссовках. Три пары обуви. Нормально. Нормальная тема. Я, кстати, сейчас подумала, что меня тоже очень сильно ругали за прическу в школе. Правда, не отстраняли от занятий, но был смешной случай, когда я ходила с половины красных, половины белых волос. Меня вызвали к директору и сказали, что это непотребный вид для школьника, и мне нужно перекраситься в один цвет. И я, конечно же, перекрасилась в красный. Почему бы и нет? Серьезно? Нормальная тема. Красный очень крутой цвет. Да, мне тоже понравилось. Ребята, если у вас какие-то были интересные случаи в школе, и, возможно, даже те случаи, из которых вас смогли отстранить, напишите нам в комментариях, мы прочтем об этом в следующем выпуске. Ну что ж, а следующая новость нам подготовила Ксюша. Итак, давай, что там приготовила? Итак, а у меня новость про мебельный инцидент. Диван взял заложники девушку в Новосибирске. Этот самый мебельный инцидент произошел поздно вечером, 13 апреля в Новосибирске. Не успев устроиться на диване с ноутбуком поудобнее, девушка начала подключать мышку. Но выронила ее, и та провалилась между спинкой и сидением дивана. Сибирячка пыталась достать предмет, встав и подняв сидение, но в диване сработал механизм, он захлопнулся. Юная пленница пыталась сама решить проблему, но из-за неудачной позы единственное, чего смогла добиться, дотянуться на мебельного телефона и позвонила спасателям. Вот так. Бывает иногда. Я уже читала эту новость, но у меня вопрос. Это каким должен быть... Жаль, фото не было. Я бы тоже посмотрела на эту конструкцию с удовольствием. Это, наверное, не диван такой, видимо, а девушка, наверное, была полноватая, и сидение проваливалось до пространства, до побега мыши. Но диван захлопнулся. У меня полжизни был диван, и я ни разу... И я просто не представляю, как он мог захлопнуться с человеком внутри. Это... Блин, это надо было видеть, мне кажется. Мне кажется, любая компьютерная мышь при виде полной девушки попросила бы помощи у дивана. Знаете, это отличный сценарий для форн. Конечно. Но когда девушку захлопывает диван, по-моему, нет никаких вариантов, кроме как использовать это. С другой стороны, если бы она была с кем-то, так как она была в партии одна, ну, как бы... Ничего не поднялаешь. Ну, а так, прикиньте, взламывают двери спасатели, и такие раз, а девушка раком стоит... В диване. Провалилась в текстуры. Типа. Мне кажется, первым, что сделали спасатели, это просто начали с ней селфи. Ржать! Привет! Серьёзно. Я бы вот так и сказала. А может, они селфи, смотря, какима, в какой она позе это была. Ну... Да, совсем другая история. Да. Итак, моя новость. Депутат отказал матерям-одиночкам в праве получать пособия на детей. Он заявил, что у них они появились на свет случайно, в результате междусобойчиков. Типа по залёту. Классное слово, на самом деле, междусобойчики. Депутат парламента Пермского края Сергей Клепцин объяснил, почему в его регионе матери-одиночек лишили пособия в 60 тысяч рублей на рождение ребёнка. Клепцин выступил автором поправки, согласно которой молодые матери в возрасте от 19 до 24 лет смогут получить деньги лишь в том случае, если в свидетельстве о рождении ребёнка указан его отец. Соответствующее положение, как и сама норма о 60 тысячах, вступило в силу в крае с 1 января текущего года. О, вот тут жесть вообще! Как будто семейным парам деньги нужны больше, чем матерям один. Конечно. Но, с другой стороны, что-то в этом есть. Поощрение идёт только для запланированных детей. Правда, это уже какая-то дискриминация. Продолжаю. В эфире НТВ Клепцин объяснил, что сам имеет опыт рождения детей запланированных и желательных. Цитата. А вот у матерей-одиночек, по мнению парламентария, рождение таких случайных детей происходит после дискотек, каких-то между собойчиков, опять это слово, корпоративчиков, ещё чего-нибудь. При этом народный избранник не пояснил, как это связано с возможностью получения социальной выплаты. Отметим, что Клепцин является координатором федерального проекта «Единой России». «России важен каждый ребёнок». Также депутат является соперником на премьер-риске Рио-губернатора края Максима Решетникова. Меня тоже убило слово между собойчиков. Между собойчики. Ещё тут «России важен каждый ребёнок», да? А деньги матерям-одиночкам платить не будут. Знаете, ребят, это, конечно, неправильно. А если женщина взяла детей из-за дома? Фактически бывшие родители уже лишены родительских прав, а у ребёнка новое свидетельство о рождении. И чё, мама-одиночка, воспитывает ребёнка из детского дома, отца нету. Значит, получается, чё, она по сути тоже получать не будет, что ли? Ну, кстати, дело в том, что свидетельство о рождении. И даже если ребёнка усыновляют, то свидетельство о рождении всё равно вроде бы как остаётся. Или нет? Я не шарю, на самом деле. Ну и, кстати, мастер-одиночки, скорее всего, не дадут ребёнку из-за дома. Она, ну, там же у него такая простая система. Из разряда «Ты пришёл, ты как приедешь? Хочу котёнка тебе! На, ребёнка!» Он объяснил, что сам имеет опыт рождения детей, запланированных и нежелательных. Встречайте, депутат Клепсин, первый рожавший депутат мира. Ну, реально, он не сказал, что имеет опыт рождения запланированных и нежелательных детей. Так вот, кто взял премию, по-моему, Чаплина, когда он сказал, что он выдаст деньги человеку, ну, мужчине, который родит. Мне говорили, что эту премию уже кто-то взял, я теперь понимаю, кто это. Да, я, кстати, знаю эту историю по поводу того, про мужчину, который родил детей. На самом деле, это была женщина, которая поменяла в юном возрасте пол на мужской. И это реально, она, оно, выглядит как мужчина, а потом раз, и что-то там пыры-пыры, вот, и этот мужчина, женщина, уже будучи со своей женой, как бы сам забеременел. Но я не знаю, каким образом, потому что у него там все, все первичные половые, вторичные половые признаки имелись мужские. Да и самое главное, от кого? Он же с женой жил. Как? Да-да-да, от кого вообще? Хотя, может, он гермафродит, он сам себя опыляет. Как же? Сам себя опыляет. Ооо, да. Ладненько. А теперь, ребята, небольшое отступление. Если вы хотите помочь родителям нашего проекта, то для зрителей мы тоже приготовили кое-что. Если вы найдете какую-то новость события, которое было глупым и нелепым по вашему мнению, То присылайте ссылку на эту новость в наше личное сообщение группы Да, у нас с сегодняшнего дня открывается группа ВКонтакте И мы, если ссылок будет много, мы рандомом выберем одну из них и обсудим эту новость в нашем шоу Так что давайте дерзать и возможно ваша, да-да, вот именно твоя новость, сможет попасть к нам на шоу Итак, абсурдная новость мира игр, ребята, сейчас у нас, потому что девушки у нас тоже любят играть Связано это с GTA V Вот, в сети бурно обсуждают подарок, отправленный командой Rockstar Games одному из игроков GTA V Как заявил фанат, подарок ему достался за 4 года постоянной игры Как стало известно сайту GameBob.ru, своей историей поделился пользователь Reddit под псевдонимом CCKK0 Он опубликовал скриншот, на котором запечатлено поздравление и сообщение о начислении на его счет в виртуальном банке 735 долларов игровой валюты Небольшая сумма вызвала у геймеров недоумение и шок Вот, ребята, вот честно, я тоже не в доумении, реально Чувак 3 года потратил на игру, больше даже 4 года потратил на игру, которую активно поддерживает, играет, общается с комьюнити, поддерживает комьюнити, собственно говоря, находясь вообще в игре Честно скажу, вот, блин, не такой подарок ему пришел Ну, сразу же так можно вообще Виртуальные деньги? Ну, то есть игровые, да? Да, 735 долларов виртуальные валюты Это, наверное, как, не знаю, там же... Я, на самом деле, в GTA V не играла, но это буквально пройти там, буквально пристрелить пару-тройку в человека, грабить там или еще, да? Да, да, да Честно скажу, уже не раз давали деньги вот так вот, например, там какие-то акции и тому подобное, типа, за вход, заходишь в игру, типа, в определенный срок, там, допустим, вот сейчас вот с 27 апреля по 30 апреля, там, типа, если тот, кто зайдет, то получит деньги в GTA И я буду 100% уверен, что мне тоже не перечислят, потому что вот я уже не первый раз на эти акции нападаюсь, я захожу в GTA, типа, ну, мне деньги так и не перечисляют в игре Хоть у меня уже там и 10 миллионов в GTA, ну, все же, лишние, там, допустим, 100 тысяч не помешают в игровой валюте, чтобы, типа, там, развиваться и тому подобное Я сам активно играю в GTA, ну, кто-то активно играет в GTA, так что вот такие пироги как-то, ну... Может, они решили вот траллинуть таким образом? Кстати, да, они уже, они уже тралли подписчиков в Твиттере, там, должны были анонсировать выход бронированного какого-то маслкара, который давным-давно еще должен был появиться в игре, но его с онлайна убрали, типа, они написали, типа, ну, машина называется Duke of Death, типа, Duke of Death, call available now, типа, скачивайте сейчас Ага Люди заходят в GTA, а там, ну, все равно нет И через полчаса эта запись в Твиттере была угодена То есть, знаете, как они хайпер на теме, что, типа, всем же нравится этот маслкар бронированный, а его даже читерили бывало в онлайн-сессиях, он там, правда, если ты посадишься в эту машину, ты взрываешься Короче, сейчас эта машина уже реально там доступна всем, кто играет, и, эээ, они, наверное, подумали, типа, а давайте-ка мы поднимем онлайн в игре, что-то у нас не низкий Напишем, Duke of Death, available now Все заходят, а нихрена нет Блин, ну это вот шуточки-шуточками, но мне кажется, они, вот, не учитывают то, что есть очень обидчивые игроки и могут не понять, как бы, вот, такого поведения Честно, а вот я, я тоже это не понимаю, но, эээ, такая же шняга не только с GTA творится, а в любой другой онлайн-игре Если у вас какие-то подобные ребята случаи были, вот, именно с другими играми, то напишите в комментариях на этот видео, и мы тоже прочтем это, и тоже это обсудим в одном из следующих выпусков программы Потому что, ну, это не дело, это реально не дело, потому что, ну, человек поддерживает игру, а ему, вот, такой вот, подгон дарится, не только с пять долларов выкрою валюте Когда в игре, в онлайне нужно миллионов, чтобы это себе купить Знаете, на самом деле, это, эээ, может быть, разработчики говорят, чувак, мы видим, что ты, как бы, играешь, мы тебя видим Возможно На тебе один доллар Да, наверное, логичнее было бы все-таки и правда один доллар отправить Да А сейчас у меня будет новость из жаркой, любимой многими россиянами Индии Верховный суд Индии с 1 апреля запретил продавать алкоголь в пределах 500 метров от государственных автодорог В связи с этим торговлю спиртным пришлось прекратить почти в половине отелей по всей Индии Но наш герой не растерялся и проявил смекалку Владелец индийского бара построил перед ходом заведение «Лабиринт», чтобы обойти ограничения торговли спиртным в стране Общая длина сооружения составила 520 метров Таким образом, бизнесмену удалось сохранить свой бизнес, несмотря на расположение заведения На создание «Лабиринта» у владельца ушло 3 дня, а расходы составили всего 2000 долларов Обалденная идея, я читала эту новость, видела, как это все выглядит Это жесть Шикарно Шикарно Браво, аплодируем стоя Да Ребята, нормальный лайфхак на самом деле Только ни одного понять не могу Какой это отель может быть, но там нельзя продавать в такси Ну, серьезно ЗОЖ А если арабский шейх приедет, либо другой, допустим, президент с любой стороны, да Тоже, типа, он заходит выпить виски, да, типа, ну, с коллегой типа по работе, типа И мы скажем, типа, извините, у нас алкоголь не продает, это законы Извините, идите в ресторан Да Да Хотя я понял Да, да, да Я понял, ребята Индия, на самом деле, хочет стать самой небухающей страной в мире Ну, у них, кстати, да, очень много сейчас поправок стало в связи с алкоголем, много запретов Но не сейчас, мне кажется, они уже давно-давно пытаются эту политику как-то продвинуть Ну, вы, наверное, просто видите, они поняли, что они везде в мире последний, ну, не первые, типа Давайте, типа, прийди подумать Блин, ну, давайте подумаем, что, давайте станем самой небухающей страной, типа, в номер один самой небухающей страной, а хоть в чем-то мы будем первыми, да Знаете, о чем-то самом деле, надо этому чуваку, который сделал лабиринт, ему нужно поставить еще таблички Типа, хочешь бухнуть, люби и пошевелить извилинами, и пройди мои извилины, ха-ха-ха Ха-ха-ха Или, типа, такие напутственные таблички с надписью, типа, твоя кружечка пива ждет тебя, иди к нам Ха-ха-ха-ха Ну, реально, типа, это, наоборот, мотивирует пройти лабиринт 500 метров, это не так-то мало, я вам скажу Тем более, типа, за грагами ходить Я, когда читала эту новость, мне, кстати, пришла мысль А, ну, все, кто смотрит какие-то обзоры, например, фильмов, особенно индийских Знают то, что они очень-очень любят снимать индийского терминатора, еще какие-то пародии И я подумала, что это отличная пародия на мифы и сказания просто 21 века Индийский, в этом индийском лабиринте есть индийский минотавр, геракл, который ищет водяру вместо золотого руна и пытается пройти и обойти все это Может быть Может быть, они подумали об этом Может быть Слушайте, я могу с уверенностью сказать, ребята, что Более пятидесяти процентов это пробелить не пройдут А знаете почему? Они просто не играли в War Rock Rock А те, кто играли, они не были А вот как обратно идти? Вот ты такой принял на душу Ползти по стеночке Все Ты не можешь выйти, ты в трезвом состоянии не особо там шаришь А тут еще и с алкогольным опьянением У меня вопрос после этого Типа, а доходы чувака прибавились вообще после того или нет? Типа, вот он построил, где штуки баксов потратил на это все Надо было стеклянный забор делать, чтобы видно было куда идти Ну мне кажется, кстати, что он серьезно доходы поднял, потому что такая реклама Мне кажется, об этом писали просто везде Должны были писать везде В этот бар стали ходить не только за тылом, но и стали там играть дети А еще Как эти собаки? Ну это-то в общем-то все Потому что там, не знаю Ну, ладно, допустим Представьте, да, вот лабиринт 520 метров А, ну, имеется в виду не сам лабиринт, а длина сооружения То есть для его бара там 520 метров, да? И вот это где-то сидит зигзаг и придется обходить Такое ощущение, как будто ты от Техаса до Невады дошел Ну на самом деле тут же не просто лабиринт, тут же он же прямой То есть там нет разветвлений Нет, там есть лабиринт Ну хоть это радует Ну там, я бы так сказала, там нет тупиков Вот как в самых сложных лабиринтах Упал, поспал, проснулся, вернулся обратно Это прям какой-то Tower Defense Когда идешь туда нормально, а обратно приходится сражаться с углами там Какие-что-нибудь это раз упал, поспал, встал, пошел Мураж каменный, он сел там что-нибудь видно Ай, жесть, ну это реально жесть Ну что ж, хочу сказать, ребята, что пилотный выпуск нашего нового шоу.обзода подходит к концу Довольно хорошо получилось, не правда ли, ребята? Как ваше мнение насчет сегодняшнего? Ну, достаточно весело На самом деле получилось Да Вот, выходить мы будем, ребята, раз в две недели Если вам понравился необычный формат на нашем канале, то поставьте лайк Посоветуйте, что еще можно улучшить в нашей программе Мы каждому совету прислушаемся и в следующем выпуске все исправим А с вами были... Поменять ведущего Вот Совет поменять ведущих Я почему-то сразу, как только ты сказал про поменять ведущего Я подумал там сразу поставить Николая Соболю, а там еще кого-то Да, да, да А с вами был я, Александр Волженок, и мои прекрасные соведущие Это Десколет и Сеня Вух Дальше будет круче и дальше будет интересней Встретимся совсем скоро Не... не отписывайтесь от нас, поэтому ждите Это плохо Не надо говорить, не отписывайте Пожалуйста Не отписывайте И не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск Всем пока-пока Пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok